Губернатор Сергей Морозов Губернатор Сергей Морозов В результате этих обсуждений на свет должны появиться муниципальные программы по улучшению семейно-демографической политики. Также будет обсуждаться совершенство нерегионального капитала «Семья». Второй блок вопросов касался прошедших воскресенья выборов. Ульяновский, Наульяновский и Брыше выбирали муниципальных депутатов. Кандидаты боролись за 121 мандат. В большинстве случаев они достались представителям партии «Единой России». Стоит отметить, что выборы прошли на высоком уровне. Каких-либо нарушений избирательного законодательства, которые могли бы повлиять на воле и изъявления наших избирателей, на ход голосования или на результаты выборов, комиссиями ни правоохранительными органами, ни судами установлено не было. Во время единого дня голосования не было подано жалоб ни в обл. избирком, ни центральную избирательную комиссию. Да и территориальные органы получили только 10 заявлений. А вот действующее руководство районов подчас не справляется со своими обязанностями. Губернатор в очередной раз подверг жесткой критике администрацию Теренгульского района. Местная власть не справляется со своими обязанностями. Огромное количество моих личных поручений не выполняется. Огромное большое количество замечаний просто игнорируется. Темпы реализации поставленных задач перед муниципалитетом крайне низкие. Многие службы работают из рук вон плохо. Район неухожен. И многие объекты, территория просто имеют запущенный вид. Терпение губернатора кончилось. Главе администрации Теренгульского района Владимиру Дергунову предложено уйти в отставку. Руководитель муниципалитета согласился написать заявление по собственному желанию. Новый глава администрации будет утвержден на конкурсной основе. Поручаю правительству и администрации губернатору взять Теренгульский район под внешнее управление. На сентябрь-октябрь месяц. С целью выявления самых больных точек. С целью выработки предложений для принятия решений. С целью анализа кадрового состава. Не все благополучно обстоит и с другими районами области. В поселке Октябрьское, что в Чердоклинском районе, не один день уже люди мучаются с водой. Из кранов льется непонятная жидкость, бурого цвета. Люди туда обращались, сюда обращались. Ничего не сделано. Самойлов, ничего не сделано. А как вы собрались, так сказать, вы хотите, так сказать, огромный поселок, так сказать, не дай бог, чтобы заразился? Но тогда будет уголовная ответственность. От проблем отдельных муниципалитетов перешли к общему для всех районов вопросу. Завершение уборочной и посевной кампании. В субботу аграрии области намлатили рекордный урожай в полтора миллиона тонн зерна. Но страда еще не закончилась. Лидеры на уборке зерновых и зернобобовых культур по уборочным площадям. Это Меликевский район, убрана 61 392 гектара. По урожайности Чердоклинский район, 36,9 центнера с гектара. По Намолоту Меликевский район, 201 705 тонн. Полностью завершили уборку зерновых хозяйств Барышского и Николаевских районов. Хозяйство Новоспасского района завершили уборку зерновых и зернобобовых культур. За исключением поздних технических культур. Глава области поручил ускорить выработку регионального нормативно-правового документа, направленного на поддержку фермерства. Выступил Сергей Морозов из-за создания Центра консультационной помощи аграриям. Последний вопрос касался благоустроительных работ. Губернатор привел несколько случаев недовольства жителей областного центра с состоянием общественных пространств и дорог. Но одним этим проблемы не ограничиваются. Официально ту асфальтную крошку, которую мы расписали, о том, что она должна быть направлена на благоустройство улиц, переулков, дорог, тротуаров, садовых товарищей. Вот официальное объявление. Доставка по городу, скидка, звоните, ограниченное количество. Идет во всю продажу. Выступил глава области за то, чтобы за каждой улицей и переулком был скреплен ответственный человек. Егор Титов, Данил Сурков, Новости дня, Ульяновская правда. Субтитры создавал DimaTorzok